Доходная часть бюджета Ненецкого округа подросла. По информации заместителя губернатора Татьяны Лагвиненко, параметры окружного бюджета на 2015 год увеличились по доходам и расходам более чем на 305 миллионов рублей. Из них более 200 миллионов рублей за счет сверхплановых доходов за 8 месяцев этого года по аналогу на прибыль организации и доходов от СРП. К распределению этих средств в новых экономических условиях подошли взвешенно. Кому, сколько и на что достанется, решили депутаты окружного собрания. Они провели первую осеннюю сессию. Наряду с распределением дополнительно поступивших средств не обошлось и без секвестра. 305 поступивших миллионов не покрывают существующую дыру в бюджете. Сейчас дефицит составляет 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Чтобы оптимизировать расходы, представители власти решили начать с себя. У бюджетной политики региона Алина Ваучейская. Государственные чиновники сокращают собственные расходы на 10%. К уменьшению зарплаты плюсом идет и отмена стоимости аренды жилья. В новых экономических условиях жить надо по-новому. Сокращение, да, наверное, на 10%. Мы здесь абсолютно последовательно. Если в прошлом году, значит, примерно в этом же составе, снизили зарплаты сначала депутатского корпуса, дальше мы снизили зарплаты на 10% лицам замечающих. Государственные чиновники. Вот сейчас двигаемся по государственным чиновникам. Сокращая расходы на себя, администрация региона совместно с депутатским корпусом сохраняет меры социальной поддержки населению. Более того, на эти цели выделены дополнительные средства. Более того, сегодня увеличивается количество получателей этих мер социальной поддержки. Поэтому на сессии мы приняли решение о выделении дополнительных средств на оказание мер социальной поддержки в сумме 70 миллионов рублей. Помимо населения поддержат и предприятия, которые находятся не в самом лучшем финансовом положении. На сессии было принято решение о приобретении у Наринмарстроя четырех котельных на общую сумму 67 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на счет предприятия для покрытия расходов и задолженностей по зарплате и налогам. Кроме того, большинством голосов депутаты поддержали инициативу о выделении Наринмарскому авиаотряду 150 миллионов рублей для оплаты первого взноса на приобретение нового вертолета Ми-8 МТВ. Воздушное судно Наринмарские авиаторы планируют приобрести по договору лизинга. Общая стоимость винтокрылой машины 800 миллионов рублей. Все это удается делать даже при дефицитном бюджете региона, благодаря дополнительным поступлениям. Более 305 миллионов рублей пришли в казну округа за счет безвозмездных поступлений, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также за счет налоговых и неналоговых доходов. Параметр к доходам с учетом изменений составит 15 миллиардов 897 тысяч рублей, расходов 19 миллиардов 397 тысяч рублей, с дефицитом 3 миллиарда 700 тысяч рублей. Впрочем, дефицит не мешает вливать средства в социальную сферу. Так, часть средств будет направлена в строительство жилья на селе. Дополнительно выделено 16 миллионов рублей для продолжения строительства жилья в ОМИ, Нижней Пёше, Харивере, школ в Индиге и Нижней Пёше. 58 миллионов рублей на продолжение и окончание строительства очистных сооружений в поселке Искателей. Поправки в бюджет региона законодатели приняли сразу в двух чтениях.